Музыка и мода. Все, что так нравится прекрасной половине человечества, можно было увидеть и услышать в фойе Дворца культуры. Гостей встречали показом новой коллекции от швейной фабрики «Россиянка». В этот день белгородки буквально с порога купались в поздравлениях и добрых пожеланиях. Женщина – человек, который рожден Богом и дан Богом на нашу землю послан. Я хотел бы пожелать в этот день им всех-всех земных благ, удачи и всего хорошего. В зале Дворца культуры «Энергомаш» собрались женщины областного центра разных возрастов и профессий. Это успешные представительницы прекрасного пола. Педагоги, общественники, муниципальные служащие, деятели культуры и политики. Они профессионалы своего дела, но при этом необыкновенно женственны и прекрасны. Практически все ниточки мироздания находятся в руках у женщины. Главное научиться эти ниточки аккуратно перебирать. 8 марта, на мой взгляд, это такой прекрасный, замечательный праздник, когда расцветает вся природа. Когда вокруг царит свет, добро, тепло. И вот всем милым дамам я тоже хочу пожелать этого света, добра и тепла в жизни. Со сцены первые поздравления с Международным женским днем Белгородки услышали от мэра Константина Полежаева. Он поблагодарил женщин областного центра за труд на благо города. Сегодня мы восхищаемся результатами добрых дел наших женщин. Вы всегда стремитесь созидать, учиться, осваивать новые профессии, повышать свою квалификацию. Уважаемые мужчины, идеальные женщины рядом с вами. Любите их, цените, оберегайте. Здоровья вам, благополучия и весеннего тепла в любой день. Не только в этот, не только в праздничный. Дорогие женщины, с праздником и счастьем. Музыкальные подарки в этот день для женщин Белгорода подготовили коллективы ДК «Энергомаж», Белгородской государственной филармонии, балет «Мари-данс», ансамбль «Танца Калинка». Приятным сюрпризом для белгородок стало выступление заслуженного артиста России, участника проекта «Парад звезд 80-х», экс-солиста прославленных коллективов «Поющие сердца» и «Голубые гитары» Игоря Офицерова. В этот вечер все было для и ради женщин. Татьяна Красикова, Александр Подубный. К этому часу. Белгород.